запись пошла там видно у вас хорошо тема нашей сегодняшней лекции казахская философия надо сказать что казахская философия надо сказать что термин казахская философия имела определенную скажем историю когда я была как вы студенты студенткой да и училась казахском университете то у нас был такой предмет который назывался история философия народов с очень маленькая тоненькая книжечка и все что казалось к сср когда мы открывали эту страницу там было написано казахское просвещение 19 века то есть получается до 19 века ничего не было никакой казахской так скажем философии не было и только с 19 века она имеет свое место конечно же это неправильно мы сегодня говорим о том на первой лекции мы говорили о том что философия это особая форма мировоззрения мы давали такое определение что философия это форма мировоззрения и второе определение мы давали что философия это наука если рассматривать философию как науку да то есть которая имела свою определенную профессиональную, так скажем, основу, как это было в Древней Греции, или как это было в Китае, или была в Германии, допустим, да, то, конечно, в таком смысле казахской философии не было. Но если мы будем рассматривать философию как форму мировоззрения, то мы должны сказать, что и у казахов была своя философия, то есть своя форма мировоззрения, которая отличалась от классической формы мировоззрения. Итак, представители этапа казахской философии. Основные, значит, тематика, которая рассматривалась в казахской культуре и казахской философии, здесь вы видите, опять-таки, проблемы нравственности, человекознаний, значит, национальные согласия, диалектические мысли о религии, о свободе и, конечно же, первоначальные мировоззрительные ориентиры. Что это такое, я сейчас скажу. Мы перейдем в следующую, если перейти к слайду, особенности. Какие особенности казахской философии мы можем выделить? Ну, первая особенность, ее здесь вот написано, обусловлена особенностями кочевой цивилизации, ее быта, привычек, нравов, обрядов и традиций. Да, значит, на становлении казахской философии, на вообще саму казахскую философию большое влияние оказал, конечно, кочевой образ жизни. То есть, кочевой образ жизни, это, то есть, наши, как бы, предки вели кочевой образ жизни, поэтому все их миропонимание, все их мироощущение, оно было связано с тем образом жизни, который они проводили. И вот, в первую очередь, конечно же, кочевая цивилизация, в этом плане традиции этой кочевой цивилизации, обряды этой кочевой цивилизации, приложили отпечаток на становление самой философии. Второе, это, честно связано с первым, развитие вербальных форм культуры. Что значит слово вербальные? Вербальные, то есть устные. Казахская философия нашла свое выражение именно через вербальные формы культуры. Это пословицы-поговорки, это сказания, это эпосы, это, допустим, через вербальную форму культуры, ярким примером даже современное время является айтысы, да, через, так скажем, проводятся большие такие республиканские даже конкурсы айтысов, да, которых вот как раз-то выражается экзистенция сама философия существования, бытия, смысла человека. И еще один немаловажный момент, что огромное влияние на формирование менталитета казахской философии оказал ислам. Значит, надо сказать, что ислам долгое время кочевые народы не принимали. Почему? Потому что это были кочевые народы, и для них главным богом, которые воспринимали они через свои, так скажем, миропонимания, мироощущения, была, конечно же, природа. И от природы зависели кочевники. Значит, все зависело от самой природы. Поэтому объекты поклонения природы, поэтому природные различные явления являлись тем, там, скажем, основой, на которой строилось все, так скажем, все мировоззрение именно кочевых народов. И ислам был принят позже через повозки, как один исследователь Сигизбаев, его книжка у меня есть, я покажу ее попозже. Сигизбаев в своем учебнике, вернее, в своей книге «Казахская философия» пишет о том, что первыми приняли повозки и татары, и затем вот этот вот ислам стали внедрять именно в Великую Степь. Когда мы говорим об влиянии ислама, мне бы хотелось также сказать вот о таком роде, как род Кужа. Ну, вот здесь вот тех, кто меня слушает, я не знаю, есть ли у вас представители этого рода Кужа, но вы, если историю Казахстана изучали, то вы должны знать о том, что этот род не принесет казахским родам. Значит, это своего рода потомки пророка Мухаммеда, которые где-то в 8-9 веках стали миссионерами и своим личным примером стали внедрять ислам именно в Великую Степь. Они женились на дочери степняков, заводили свое потомство, и вот это вот потомство, где-то 11-12 поколение этого потомства сегодня живут среди нас, это Кужа. То есть это тоже своего рода один из, так скажем, форм внедрения исламской религии именно среди кочевников. И четвертая особенность, которую хотелось бы отметить, это отсутствие источниковической пазы казахской философии. То есть, естественно, раскочевые народы, раскочевые образ жизни, сидеть, писать, философские трактаты, издавать какие-то трактаты, этого не было. Значит, все выражалось, письменные, так скажем, источники, которые были появляться только в XIX веке. А вот это вот отсутствие источниковической базы, оно было связано как раз-то с первой особенностью. Периодизация казахской философии, если мы будем говорить о периодах, то вот как раз-то семь периодов мы выделяем. Первый период до IX века предфилософии протоказахов. То есть, то, что предшествовало философии, и то, что было до казахов. IX-XV века философии тюркоязычных народов. Это второй период. Третий период, XV-XVIII век, философии эпохи казахского ханства. XIX век, казахское просвещение. Это четвертый период. 20-40-е годы XX века политическая философия. Шестой период – это казахстанская философия советского периода. И седьмой период – философия независимого Казахстана. Если мы вернемся к первому периоду, предфилософия протоказахов. Вот такая есть книжка в нашей библиотеке. Она так и называется – предфилософия протоказахов. Значит, Мухаммедьяр Урубеков, автор этой книги, в котором он очень интересно рассказывает о том, что предшествовало, какой мировоззрение предшествовало появление самой философии. Значит, конечно же, здесь в первую очередь языческие верования. Значит, во что древние чурки верили? Вот я вам немножко дам, так скажем, информацию об этом, во что верили древние чурки, наши предки, кочевые народы, во что они верили. Древние чурки, в частности, верили в то, что мир состоит как бы из трех частей. Самый верхний – это где живет сам главный бог, а главным богом является кто? Энгри. Так, средний мир – это мир, земля и вода, где течет вода. Значит, джерсу, которая как бы составляет основной источник существования. Третий мир, нижний мир, он управлял его им, значит, бог смерти и царь подземельный, Герлик, значит, куда отправляются души умерших людей. Вы меня хорошо слышите, да? Да, да. Куда отправляются души умерших людей. И вот в этом мире подземном течет река, которая называется Тоймадам, буквально переводится «я не насытился», состоящаяся из человеческих слез. Значит, древние тюрки очень почитали звезд, звезды. По звездам они ориентировались очень хорошо. Допустим, утренняя звезда Шулпан, яркая утренняя звезда, она вообще, ее примат был настолько очень важным, что древние чабаны, например, считали эту звезду прародительностью вообще всех людей. Темрхазаха или полярная звезда, семь разбойников, же это хорошо, да, большая медведьца и так далее. Эти звезды, которым поклонялись кочевые тюркские народы. Тенгри олицетворял себе мужское начало, то есть небо-отец. Жерсу, земля-матушка, олицетворяла плодородие. И именно с Жерсу были связаны древние праздники оживления весной. Это вот начало календаря, праздник науроз, который недавно у нас с вами прошел, как раз-то является олицетворением вот этого вот праздника плодородия, праздника рассвета, значит, всего живого. Также у тюркских народов была еще одна богиня, звали ее Умайя. Это покровительница домашнего очага детей, значит, ее в различных источниках изображали как молодую женщину или девушку, очень красивую, добрую, с серебристыми волосами и золотым луком в руке. То есть она как бы охраняла домашний очаг, и женщины, у которых не было детей, которые хотели иметь детей, допустим, совершали определенный ритуал, обращение, значит, к этой богине Умайи. В Среднем мире также жили духи. Древние тюрки верили о том, что реки, степи, леса, горы имеют своих духов. Поэтому это был своего рода первобытный анимизм, который существовал у тюркских народов, и они даже традиции были связаны с этим анимизмом. Ну, например, можно привести такой пример. Вы, наверное, в некоторых фильмах иногда видите, когда одинокий путник где-то идет там в сепи, допустим, да, или, может быть, где-то там вдоль гор каких-то, и где стоит одно дерево, на котором много привязанных различных бантиков, значит, тканей. Вот этот ритуал имя называется жортос, буквально переводится жортос, с казахского переводится как, ну, рвать, да, рвать ткань на куски. И вот обязательно человек, который путник проезжал, он брал материал какой-нибудь, значит, рвал на его на ткани и привязывал к этому дереву. И тем самым он хотел бы как бы задобрить духов, значит, степи, или духов озер, или духов гор, для того, чтобы его путь, так скажем, был открытым и был очень легким. Добрыми духами для людей древних были духи предков, аруах. Наверное, сегодня аруах, это слово вы, наверное, часто слышите, именно духом, предком посвящается молитва сегодня, когда саддакат читают. Значит, вот духа предков аруахов очень почитали. Значит, им преклонялись и в целях жертвоприношения приносили им, как описывает Мухаммадьяр Урунбек в своей книге, приносили в жертву не простую корову, а там пишут, корову с луноподобными рогами. Может быть, вам приходилось видеть корову с луноподобными красивыми такими рогами. Вот такое же приносили. И если человек умирал, то верили в то, что его душа еще 40 дней как бы присутствует на земле. И поэтому, значит, вот в традиции многих современных народов есть, что огонь на 40 дней именно доме не поглошается, потому что по именно верованию 40 дней еще душа человека обитает на земле. Также, если мы возьмем почитаемость животных, то древние тюркские народы, кочевые народы, у них уважаемым скотом были овцы, лошади и верблюды. Почему? Я, наверное, вы сами понимаете, потому что они были пригодны для очень дальних каких-то походов, переходов и так далее. А вот коровы и коза, как пишет Уорнбеков, они были менее почитаемыми. Нельзя было убивать, древние тюрки считали лебедей, сов, филинов, значит, дятлов, синих ворон, а кукушек они почитали очень священными и очень хасьетты считались. Вот это вот очень интересный факт, который до сих пор я не могу тоже, когда еще смотрю литературу, найти, почему именно кукушка считалась священной у тюркских народов. Хотя у всех других народов она олицетворяется, наоборот, как бы в нарицательном, таком плохом смысле, а вот у тюрки почему-то они почитали. Также на виду с добрыми духами тюрков верили в то, что существуют и злые духи. Ну вот, например, жун, да? Жестернах или жун. Жун-карда-дидрой, да, Хазахтар, если кто-то там это взбесился, говорит на русском, или говорит жун-карда. Вот жун – это злой дух. Изгнание этого злого духа тоже были связаны многие ритуалы, обряды у древних тюрк. Вот, в частности, если у вас, я спрошу, что такое айналайн, да, то многие из вас сейчас у тебя мне скажут, что это молоко, да, 6% айналайн. А айналайн вообще у древних тюркских народов – это был ритуал. Айналайн переводится, буквально переводится «я тебя обойду». То есть айнал жрим, да. Айналайн – это когда ритуал совершался над больным человеком. Бахсы, или шаман, проводил этот ритуал, изгоняя злого духа, то есть вот именно жунде, жунде или жестернакте, албасты еще по-другому называют, изгоняли именно из тела человека. И вот это считалось как бы вот такой ритуал айналайн. Вот вкратце, если сказать, вот такие верования были у древних тюрков. Значит, и отблески этих многих верований, так скажем, своего рода продолжения этих верований, сегодня мы, например, во многом это видим и встречаем в наших современных традициях, да. Они остались как бы и сегодня. Так, теперь второе. Философия тюркоязычных народов. Второй этап. Это вот здесь, вот Анахарсис, Коркот, Алифараби, Баласагун, Кашгари и Самой, да. Про Анахарсиса я хочу несколько буквально остановиться. У Анахарсиса сакские ученые, сакские ученые. Упоминания о нем есть в трудах Геродота, Платона. Значит, у Гомера есть, он был близким другом Солона. И даже Мишель Монтень в опытах, это уже приближено к нашему, в 18 веке, два раза упоминает Анахарсиса. Вообще он сакский, то есть он является как бы дальним нашим предком. И его приравнивают к одному из семи мудрецов Древней Греции. Диаген Лаецкий в своей книге о жизни знаменитых философов, учения и изучения знаменитых философов, у него прям глава, есть там маленькая глава, Анахарсис. Ну, сакский ученый известен как Анахарсис, он, надо сказать, что у него жизнь очень была такая, так сказать, короткая. Почему? Потому что он долгое время проводил, значит, бурецы, вот был другом Солона, в Элладе, так будем говорить, и затем он вернулся с Кифию. И вот когда он свернулся с Кифию, он умирает во время охоты, значит, от, так скажем, лука своего брата. И перед смертью у него были такие слова, «Разум оберег меня в Элладе, зависть погубила меня на родине». Очень много у него гномов, визлечений есть у Анахарсиса. Ну, я сейчас приводить не буду, вот просто приведу одно. Что в человеке хорошо и дурно, говорит Анахарсис, это язык. Действительно, да? Лучше иметь одного друга, чем множество ненастоящих. Зависть и страх – самое худшее качество человека. Для хорошей жизни недостаточно хороших законов, а нужны многие защитники этих законов и так далее. Про Корхота я сейчас говорить не буду. Жизнь его полна различных, так скажем, легенд. Вы знаете, что он создатель Кабыза, философ, мыслитель, сказитель, композитор. Более 20 кюев он создал, поэтому кюятасе, иногда его называют, да? Бахсе пишет о том, что он именно на нижних, так скажем, реестрах Кубыза лечил людей. Значит, хотя некоторые исследователи говорили о том, что Корхота не существует, но упоминания о Корхоте были найдены в архивах Ватикана. Поэтому Корхот – это историческая личность, и в дальнейшем была найдена книга. Катаби Деди Хорхот, книга моим Деди Хорхота, написана его внуком. Поэтому это очень интересная личность. Сейчас о нем я немножко вам покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Согласно записям ученых-мудрецов древности, общий для всех тюркских народов мыслитель, аратер, музыкант Каркрит родился и жил около 1300 лет назад. Согласит легенда, Каркрит — это смертоборец, искатель вечной жизни, не ведущий смерти. Но он приходит к выводу, что в жизни нет ничего бессмертного и проводит оставшуюся жизнь, играя на кобыле. Таким образом, оставляет наследство после себя бессмертные музыкальные произведения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 всех. Вот именно здесь как раз Жусупол Сагун именно в то время говорит о том, что наука это знание, которое у вас есть. И даже какой бы искуснейший вор не был, он не сможет у вас украсть ваши знания. Он может украсть у вас машину, может украсть ваши бриллианты. Но ваши знания всегда останутся с вами. Поэтому вы сегодня, наверное, вот даже сидите в университет, пришли, да, обучаться, хотите получить знания, получить диплом, чтобы стать какими-то хорошими там специалистами. Так. Ну, следующий слайд это казахская философия, уже третий период представителей Асан Кайга и Хайдар Дулати. Я на этом сегодняшнюю лекцию хочу завершить, потому что у меня сейчас запись будет очень долго состоится. Поэтому на следующей неделе, в следующей неделе казахская философия у нас в продолжении. Я продолжу с третьей темы и дойду до Абая и Шатерина. Сейчас я останавливаю запись. Запись здесь останавливается, да? Останавливается запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!